Ни один водитель не может выехать. Водитель выезжает тоже, допустим, на автобусе или на своем авто, выезжает два человека. Их же на границе не пропускают, хотя они внесены в базу, им есть разрешение. Они уже по 30 раз за два года туда-сюда съездили и привезли кучу машин. Показывают декларации на таможне, их не выпускают. Говорят, какие вы волонтеры, вы же на автобусе едете или на своей машине? Ну вот сесть за руль даже пикапа и привезти один пикап, второй, третий перегнать. Это нужно 3-4 человека. Один должен купить, второй должен отремонтировать, третий должен перегнать, четвертый должен догнать до СТО, чтобы его починить и провести через таможню. Это серьезная работа и фондов сегодня, практически всех волонтеров, все фонды сегодня остановлены. И они не могут транспорт завозить. Весь транспорт стоит в Европе, его никому забирать. То есть мало того, что есть законодательные ограничения, чтобы большие импортеры и производители привезли машины и передали на фронт, чтобы министерство обороны официально купили, потому что министерство обороны не дают разрешения. Нет законодательных никаких разрешений, чтобы Минобороны официально купил эти пикапы. Еще остановили работу фондов и остановили работу волонтеров. Все. Транспорта на фронте нет. Вредители. Ну, чисто вредители. У меня другие слов нет.